Добрый вечер, Юрий. Здравствуйте. Начнем с заявления Генсек ОДКБ, если вы не против. Напряженность между Арменией и Азербайджаном сохраняется, сегодня заявил Генсек ОДКБ. Чего вдруг ОДКБ вспомнил эту напряженность, как вы думаете? Во-первых, это все входит в функции ОДКБ. ОДКБ изначально должно было этим заниматься. Другой вопрос, что в силу различных причин, связанных с ситуацией, на мой взгляд, на Украине, в зоне спецоперации, ОДКБ попыталось понизить свою роль. Это было неправильное решение, на мой взгляд. И я так полагаю, что учитывая то, что на сегодняшний день ситуация обострилась, и обострилась достаточно серьезно, и мы знаем, и мы как-то с вами даже говорили о том, что вопрос Нагорного Карабаха должен быть отложен. Это самое правильное решение, и Нагорный Карабаха остается с неопределившимся статусом, а не как предлагает Вашингтонский вариант договора мирного, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану. Это не праймери, это бомба, которая в любую секунду может взорваться. И, собственно говоря, я считаю, что так подходить к решению проблемы между конфликтом между Арменией и Азербайджаном нельзя. Более того, мы заинтересованы в том, чтобы разрешение конфликта все-таки происходило не силовым путем, а последнее время мы видели несколько попыток со стороны Азербайджана применить силу. И эти попытки, они, к сожалению, даже увенчались тем, что часть территории перешла под контроль азербайджанских силовых структур. И это негативный момент, и я думаю, что именно он сыграл ведущую роль в том, что ДКБ проявило свою беспокойность и желание все-таки играть большую роль в регулировании конфликта, чем сейчас. Да, вы очень правы. Как раз сегодня произошли некоторые такие изменения в Лачинском коридоре. Азербайджанские позиции сейчас находятся именно там, где раньше находились русские миротворцы. Да, это то, что русских миротворцев практически выяснили, вытеснили оттуда. Это крайне негативный момент. Почему? Потому что, как я считаю, что сохранение русских, россиян на территории Армении, как и российской базы, так и непосредственно миротворцев, на сегодняшний день может быть тем фактором, который не дает Азербайджану развязать крупномасштабную войну с целью забрать весь Карабах под себе. Если бы не было бы базы, если бы не было бы миротворцев, я думаю, что уже такая операция молниеносная была бы проведена. Я думаю, что Турция бы поддержала эту операцию и турецкий спецназ в ней бы участвовал. Мы ведь помним, как целый ряд неукрепленных районов именно брали азербайджанские спецназовцы, которые прошли подготовку в Турции на территории восточного турецкого... Да, и, соответственно, либо вообще турецкие спецназовцы, чисто турецкие спецназовцы участвовали в том, что поднимались там по скалам, соответственно, имея горную подготовку хорошую там, где их не ждали, выскакивали в тыл. Я думаю, что такую операцию уже давно бы реализовали, и поэтому, конечно, сейчас нужно повышать роль АДКБ и роль миротворцев. И в этой ситуации, ну, России нужно все-таки проявить определенную, скажем, твердость. Да, да, слушаю. АДКБ даже говорит, что готовы направить миссию на армяно-азербайджанскую границу. Ну, это все, что может АДКБ? Вы знаете, на сегодняшний день миссия нужна. Почему? Потому что она бы фиксировала, как нарушение... Миссия Евросоюза уже есть. Да, да. Слава богу, там пока спокойно. И мы с вами как-то говорили. Да, да, я помню. Миссия Евросоюза на Украине себя показала не лучше, с лучшей стороны. Она занималась сбором разведывательной информации для вооруженных формирований Украины. И не занималась теми нарушениями, которыми должна была заниматься. Когда есть две миссии, есть возможность проанализировать информацию, поступающую от одной и от другой, и иметь объективную картину. Поэтому я, во всяком случае, моя точка зрения, что миссия УДКБ должна находиться на территории Армении. В дополнение к миссии УБСЕ. Ген Сек, говорили о напряженности в Нагорном Карабахе. Ну, здесь некоторое время назад обсуждалась и возможность наблюдателей в Лачинском коридоре. Это может войти в функции УДКБ? Конечно, конечно. И чем больше, ну, даже будут миротворцы, с одной стороны, миссии УДКБ, миссии УБСЕ. Я полагаю, что это все-таки будет такой момент, который позволит в той же стенах Организации Объединенных Наций иметь более достоверную и объективную информацию. И уйти от каких-то тенденциозных толкований тех или иных событий. Ведь посмотрите сейчас, вот прикрылись вопросом экологии Азербайджан, прикрылся вопросом экологии. И, собственно говоря, эту историю пытаются положить в основу своих вот этих вот, ну, я считаю, неправомерных действий вооруженных формирований, которые пытаются захватить вот часть. Сейчас одну часть захватили, через месяц вторую захватят, третью. И, глядишь, к концу года практически весь Нагорный Карабах окажется под контролем Азербайджана. А что делать армянскому населению? А как дальше жить, собственно говоря? Это, в общем, достаточно серьезная проблема, которая вот так вот поэтапно может быть реализована в интересах, в данном случае, одной стороны. Справедливость должна существовать и в отношении Азербайджана, и в отношении Армении. И справедливость это можно действительно каким-то образом реализовать, но для этого нужно определенное количество посредников. И, конечно, на мой взгляд, на сегодняшний день отношение к Армении, к Азербайджану, оно нормальное, во всяком случае, в международном сообществе. И наличие миссий, вот именно международных наблюдателей, оно бы позволило снять вот те угрозы, военные угрозы, которые сейчас висят над Нагорным Карабахом. Ну, с другой стороны, в Армении, когда говорят о ДКБ, подразумевает российские войска. Конечно. Но я вообще считаю, что есть белорусские войска, которые могли бы точно так же осуществлять достаточно успешно. Ну, мы же знаем внимание президента Белоруссии на этот конфликт. Ну, в любом случае, я понимаю, что президент Белоруссии достаточно человек, скажем так, непростых взглядов. Но на многие международные вопросы. Но это неплохо, что он говорит то, что думает. Да, я с вами согласен. Но, опять же, участие нескольких стран, оно бы позволило давать более объективную картину. И я бы все-таки, если бы от меня это зависело, я бы пошел бы на такие договоренности с ДКБ, связанные с размещением дополнительной миссии. Как мы уже говорили. И для ООН это была бы дополнительная подпитка. Ну, есть еще один простой вопрос. Кроме наблюдателя, ОДКБ может поставить оружие, военное снаряжение, которое нуждается армянищикам? Да, мы с вами говорили уже как-то на эту тему. И, в общем-то, я полагаю, что в этом есть даже необходимость. В силу того, что, учитывая превосходство на сегодняшний день азербайджанской стороны, военное превосходство, связанное с тем, что помощь, оказывается, Турции очень серьезная. Да, и другими, и Израилем, и другими странами. И мы знаем об этом хорошо. Конечно, ОДКБ здесь должно пойти навстречу и поставить именно то оружие, которое позволит обеспечить, во всяком случае, хотя бы безопасность на сегодняшний день и Нагорного Карабаха, и других районов, которые могут оказаться под угрозой. Ведь мы прекрасно с вами понимаем, все-таки я еще раз хочу сказать, что если сейчас полностью Армения утратит связь с Россией, операция по захвату Карабаха будет занимать 2-3 дня, никакая сессия ООН и Совет Безопасности за это время собраться не успеет, а когда соберутся, уже вопрос будет решен. Уже обсуждать будет нечего. В Армении никто это не обсуждает и не думает об этом. Это не знаю. Ну, к сожалению, вот у нас обсуждалась эта тема и поднимался вопрос, нужно эвакуировать базу из Армении. Я категорически против, потому что это единственное, что спасает на сегодняшний день Армению от полной потери самостоятельности как государства. Сегодня президент России утвердил новую концепцию внешней политики России. В ней говорится как раз и о роли ОДКБ. Надо подумать, что что-то меняется в структуре организации. Вы как это поняли? Ну, знаете, что касается структуры организации, я бы пока еще не стал бы говорить. Почему? Потому что на сегодняшний день ведь только концепция утверждена. И там, кстати, очень интересные вещи, связанные с разворотом России на восток, соответственно, на юг. То есть речь идет о странах, которые расположены в Азии, в Африке, на Ближнем Востоке, Латинская Америка. Но и другие там формулировки вводятся, которые связаны как с военной доктриной России, так и с понятием дружественные и недружественные страны. И, кстати, мы тоже меняем там подходы, связанные с тем, что вот сейчас мы используем, например, дружественные и недружественные. Там все-таки возврат происходит к странам, которыми и целесообразно сотрудничать, и нецелесообразно сотрудничать. И, конечно, Армения на сегодняшний день относится к странам, которые мы готовы поддерживать и обязаны, я считаю. Мы просто обязаны поддерживать Армению. Это долг России, потому что, ну, в общем-то, Это исторически так сложилось, и более того, все-таки вопрос православной веры, я как верующий человек, для меня не последний. Я понимаю, что произойдет с Арменией, если Армения попадет под контроль каких-то других государств. Мы знаем, что произошло в Абхазии, которая практически контролируется Турцией, и там достаточно сложная ситуация, и Грузия вынуждена молчать на эту тему, и повторение подобного сценария, оно, по-моему, нежелательно вообще, в том числе и для Армении. Да, и Абхазское побережье стало спорным. Да, да, я с вами согласен, есть тоже вопросы, но я в первую очередь имел уже в виду, уже свершившийся факт. Да, понятно. В данный момент, согласитесь, очень важный период между Тегераном и Баку. Куда ведет это противостояние? Вы подумали об этом? Вы знаете, вопрос ситуации, которая складывается в Иране. Иранская карта сейчас разыгрывается по-разному. Ее пытаются, с одной стороны, американцы и Израиль пытаются Иран, ну, что называется, поставить на колени, а европейцы хотят наладить экономическое сотрудничество, особенно в области энергетики, отсюда и промышленная сфера. Поэтому, конечно, Иран сейчас находится на распутье. И в силу этого есть определенные сложности у Ирана в решении вопросов, связанных с поддержкой Армении. Но мы с вами тоже об этом ввели речь, что Иран заинтересован именно в сохранении Армении, в сохранении того, чтобы не было никаких коридоров. В Нахичевань, помните, мы тоже как-то об этом говорили. То есть, фактически, когда Армения разрезается пополам, вот, к примеру, Дансенского коридора, когда закладывается мина, которая приведет к войне. Поэтому, я полагаю, что роль Ирана еще на сегодняшний день не реализована. Иран, если бы подключить к решению данной проблемы, он мог бы внести свой вклад, в том числе и с точки зрения участия в миротворческой миссии. Это бы сыграло бы, вообще-то, такую сдерживающую достаточно роль, помимо вот участия российских миротворцев, хотя Иран и не входит в УДКБ, но подтягивание сюда бы миротворцев из Ирана, оно бы могло сыграть позитивное, играть позитивное значение и охладить некоторые горячие головы в Азербайджане. Юрий, я думаю, многое зависит от того, Азербайджан станет плацдарным против Ирана или нет, все-таки? К сожалению, есть такой сценарий, но в этом вопросе Азербайджан сам не заинтересован. Азербайджан хочет быть хабом газовым, хочет иметь выходы различные к территориям, в том числе контролировать за Кавказе, а Турцию через Азербайджан таким образом. Но быть, скажем, страной, которая станет военным плацдармом, я думаю, Азербайджан не заинтересован, это не отвечает их политике. Почему я и говорю, что иранские миротворцы в данном случае могли бы подействовать отрезвляюще, вместе с российскими. То есть, вот такая совместная группа ОДКБ, например, и Ирана. Вы в курсе, что Турция собирается отказаться от российской системы С-400? Что заставило Турции пойти на... Вы знаете, Турция получила первый комплект, она им довольна, она претензий не предъявляла. Они разместили комплекс на побережье Черноморском, соответственно, провели облет самолетами F-16. Облет показал, что система работает прекрасно, они остались довольны. Но Турция играет сразу как бы на двух столах. Она играет и с Россией, и хочет все-таки иметь более близкие отношения с Соединенными Штатами, оставаясь членом НАТО. Если бы Турция была как-то настроена... Плюс фактор выборов еще, да? Выборы это 90% сейчас играет определяющую роль в той политике, которую проводит Эрдоган. В силу того, что если сейчас ему попытаться выступить против НАТО, ну, будут задействованы все, весь потенциал американского посольства в Анкаре, для того, чтобы он не пришел, не победил на выборах. Да, уже есть такое решение. Да? Да. К сожалению, да. Да? Да, да. Я имел в виду, к сожалению, конечно, американцы пытаются взять сейчас реванш, мы помним, за счет госпереворота, пытались прийти к власти, им это не удалось. Сейчас они пытаются взять реванш путем выборов. Ну, а на выборах, мы знаем, они, в общем, большие специалисты, они умеют организовывать пиар-компании, они умеют организовывать теневое финансирование, для того, чтобы привести к руководству те силы, которые будут проамериканскими. 6-7 апреля Сергей Лавров посетит в Турцию. Что интересно, в повестке вопрос Нагорного Карабаха. Зачем сейчас в Анкаре конфликт Нагорного Карабаха? Ну, вы знаете, я думаю, что мы здесь скорее будем пытаться все-таки как-то договориться с Турцией, чтобы ситуация была заморожена, чтобы конфликт не прогрессировал. Почему? Потому что, как я уже сказал, развитие конфликта, оно все-таки приведет к тому, что нам придется потенциал нашей базы на территории Армении использовать, как бы мы того не хотели. Но это не отвечает на сегодняшний день интересам России. Поэтому мы будем пытаться договариваться с Турцией. Вот эта зерновая сделка, она ведь еще на чем основана? В Турции находится практически большинство мукомольных заводов, которые снабжают Европу мукой. Не только страны Африки, а именно Евросоюз живет на турецкой муке. А турецкая мука берется из зерна, которая появляется в Турции благодаря зерновой сделке. Поэтому у России есть серьезные рычаги влияния на Турцию. И я думаю, что мы эти рычаги должны использовать. Да, еще и последнее. Росселхознадзор просит Армению с 5 апреля приостановить поставки молочной продукции в Россию. Прямо хочу спросить, по-вашему, есть здесь политический контекст? Вы знаете, достаточно бывает сложно понять, когда такие решить. Бывает с политическим контекстом, бывает без политического. Давайте вспомним Белоруссию, когда закрывались поставки и молока, и творога, и сметаны. Были тоже такие периоды. Поэтому тут надо, в общем, просто некоторую паузу выдержать, чтобы понять, есть ли контекст за всем этим или нет. Но в любом случае, я так полагаю, что чем крепче экономические связи, тем крепче и дружба между народами. Я всегда привожу пример с Грузией. Нет дипломатических отношений. На уровне высшего руководства есть конфликт и стена. На уровне простых людей Москва заполнена грузинскими ресторанами. Их никто не поджигает, не грабит, не убивает. Все с удовольствием общаются с людьми, в том числе грузинской национальности. И нет в этом отношении никакого конфликта. Вот дипломатия народная снизу, а в данном случае дипломатия, построенная на экономических связях, на торговле, это именно та дипломатия, которая крепче, чем дипломатия быстрой политикой. Спасибо вам, Ира. Субтитры подогнал «Симон»